Буквально несколько часов назад в столице огласили приговор казахстанцам, которые участвовали в боевых действиях в Сирии. Последнее заседание специализированного межрайонного суда по уголовным делам по традиции проходило на территории колонии-поселения. На скамье подсудимых 14 человек. Всех их вернули на родину во время спецоперации ЖУСАН. Среди предъявленных обвинений участие в террористической деятельности, вербовке людей, пропаганда терроризма. Итак, какое уже наказание они понесут? Зарина Беремкул с последними подробностями. Этот громкий и непростой судебный процесс длился более чем полтора месяца. За это время подсудимые успели рассказать немало жутких подробностей своего пребывания в Сирии, ведь многие из них участвовали в боевых действиях. Сегодня оглашение приговора началось с заметным опозданием. Почти на полтора часа позже запланированного. Из-за большого скопления людей, телевизионных журналистов в зал не пустили. Во привычной видеотрансляции отсутствовал звук. 13 мужчин привезли на суд в колонию поселений последний раз. Многим уже обновили имидж, подстригли коротко волосы, избрили бороды. Один из них, парализованный на 70% Ермхана и Пкалиев, заслушал решение по видеосвязи. Вердикт судья зачитал всего за полчаса. Подсудимых приговорили к срокам от 8 до 14 лет лишения свободы. Максимальное наказание всех получил только Нурлан Камалов. Ранее прокурор запрашивал для него 17 лет тюрьмы. Его признали виновным в части в террористической деятельности и руководстве террористической группировкой. Камалова Нурлана Амановича признать виновным в преступлениях, предусмотренных по статье 257 частей 1 и 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Согласно правилам статьи 58 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан о назначении наказания путем поглощения менее строгого наказания, более строгим приговорить в общей сложности к 14 годам лишения свободы. По решению суда Нурлан Камалов должен отбывать срок в колонии максимальной безопасности. Остальные осуждены в учреждениях средней безопасности. Им также вменяли статьи за участие в террористических организациях и их пропаганду. Все мужчины должны оплатить штраф в размере от 50 до 70 тысяч тенге. Зарина, а какой была реакция родственников? Во время оглашения приговоров родные плакали, но поговорить с ними не удалось. Как только завершился суд, они в спешке покинули здание. Напомню, эти 14 человек были возвращены из Сирии во время спецоперации ЖУСАН. По информации Комитета национальной безопасности, до этого еще десятерых мужчин и пять женщин из числа возвращенных на родину уже осудили к различным срокам за участие в деятельности Международной террористической организации «ДАИШ». Оскар, будьте в курсе всех событий в нашей стране, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте включить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самого важного.